Сегодня у нас в гостях в киноклубе горифея белорусского кинематографа Александр Васильевич Ефремов. Несколько слов о Александре Васильевиче. Советский белорусский режиссер, театр и кино, сценарист, актер, народный артист Беларуси, художественный руководитель театра студии киноактера. Он закончил Горьковское театральное училище в ГИК-мастерской Александра Столбера. С 1976 года режиссер-постановщик киностудии «Беларусьфильм». С 1979 года член Белорусского союза кинематографистов. В 1991 году назначен художественным руководителем театра студии киноактера, где поставил очень много хороших спектаклей. С 2001 года по декабрь 2002 года исполняющий обязанности председателя Белорусского союза кинематографистов. С 2003 года председатель национального фестиваля белорусских фильмов в Бресте. В 2005 и 2006 годах генеральный директор национальной киностудии «Беларусьфильм». Художественный руководитель национальной киностудии «Беларусьфильм». Снял ряд документальных фильмов, видеофильмов, написал несколько сценариев. Профессор Белорусской государственной академии искусств, телеведущий. Исполнил очень много ролей в кино и снял очень много хороших фильмов. А сейчас слово Александру Васильевичу. Ну, не удалось, мне очень приятно вас видеть в зале, столько я не ожидал. Не удалось вас поздравить с Новым годом и с Рождеством, так я вас поздравляю с наступающим китайским Новым годом. И дай Бог, чтобы у вас все было так, как вам хочется. И чтобы ваши близкие были живы и здоровы, и чтобы мечты ваши сбывались, и чтобы мы жили в процветающей, богатой, цивилизованной стране. И чтобы мы вместе с тем много для этого делали. Я так понимаю, что здесь достаточное количество людей, которые ориентируются в кинематографе, достаточно глубоко и серьезно. Самое значительное событие, которое прошло в ближайшие дни. Я не очень представляю о том, что это у нас такой мастер-класс, встреча. Поэтому я буду говорить о том, о чем мне хочется говорить. Вы не против? А вы, в свою очередь, будете, наверное, надеясь, задавать мне вопросы. И, может быть, у нас с вами получится какая-то взаимовыгодная беседа, что ли. Так вот, самое значительное событие, которое произошло буквально четыре дня назад. Это столетие со дня рождения Федерика Ферлини. Феноменального режиссера, уникального за всю историю мирового кинематографа. Проходите. Кинематографа такого не было и не будет. И поразительный мастер-класс, который он преподал в одной из своих картин, это картина «Восемь с половиной». Вы видели этот фильм? Вот это мастер-класс. Это поразительная история, философская, глубокая, мудрая. И вместе с тем эта история о переживаниях и чувствах настоящего творца, настоящего, крупного, гениального даже режиссера. В поэзии мне попались как-то строчки. Я суеверно неуверен, скрывая внутренний испуг, то слишком в чем-то неуверен, то слишком скован я и скуп. Тебе все время повторяю, зачем? Зачем я людям угу? Зачем в могущество играю? А в самом деле не могу. Что вдруг поймают, словно вора? Я для всех уже чужой. Обманщик, шулер и притвора, пойду с руками за спиной. И не дает мне мысль об этом перо в чернила обмакнуть. О, дай мне, Боже, быть поэтом. Не дай людей мне обмануться. Поразительный духовный мир, который Федерико Феллини продемонстрировал там. Удивительно вы этого человека. Помните его альтер-эго? Этот такой маленький, плюгавенький, противненький такой кинокритик. В отчетчиках такой худенький, лысенький, который все время возражает ему по поводу несостоятельности любой линии поведения, любой линии драматической в его картине. И настроение, которое играет самого Феллини, которое уходит ото всех. Потому что он не знает, о чем снимать. Он не знает, как будет выглядеть его картина. Эти актеры, которые непрестанно пристают к нему, расскажите мне о роли, которую я сыграю, и так далее, и тому подобное. И он от всех уходит, уходит, и наконец рождается та самая картина, которой от него все ждут. И рождается картина, помните финал этот, якобы у космического корабля, какие-то там, понимаю, что продюсер не строил, мол, никакого космического корабля. Они построили какие-то леса, и вот в этих лесах он ходит, ходит. А потом появляется, как это всегда у Феллини, цирк. Цирк, который примеряет автора, примеряет нас с действительностью, заставляет поверить в ее удивительную, какую-то мудрую, грустную составляющую. И хочется верить в то, что у этого человека, у этого искусства, которому он служит, все будет в полном порядке. И вот самого я, я, конечно, человек из тех, из того, из советского кинематографа. Мне повезло очень крупно, я подружился с Сергеем Соловьевым. Он посмотрел мою первую картину, и пару эпизодов, даже могу похвастаться, он мне сказал, гражя пальчиком, а вот так бы я не снял. Это значило только все на все, что там получилось пара эпизодов в этой картине. И я получил от него три книжки, три его книжки, огромных фолиантов, где он с дарственными надписями мне прислал. И я читаю их постоянно, эти книги. Потому что Соловьев уникальный режиссер. Так как он снимал кино... Да, вот, кстати, о Феллине. Он приехал на похороны Феллине и поразился тому, как выглядели эти похороны. Он человек с огромной фантазией, и, наверное, это не совсем так выглядело, но он говорил о том, что это было кем-то срежиссировано. Это гроб Феллине. На фоне декораций, по-моему, из фильма «О корабле идет» какие-то облака. Четыре карабинера, стоящие как в маскараде в каком-то. Джоветта Мазина, которую привезли из больницы, она уже умирала тоже. Она же не намного пережила Феллине. И махнувшим рукой, когда выносили гроб Феллине. И он рассказывает о том, как... В это время из Швейцарии приехал Сергей Федорович Бондарчук, и он рассказал ему о том, что происходило с Феллине. Он сказал, что они очень дружны были. Однажды он приехал к нему, они назначили встречу. Джульетта Мазина ждала Бондарчука где-то в каком-то кафе. Он пришел туда, появился в Феллине, в какой-то всклокоченной, расстроенной... Бондарчук его спрашивает, что случилось? Он говорит, у меня премьера. Он говорит, что ж ты меня не позвал? Он говорит, хорошо, пойдем, ты должен это увидеть. Они пришли в зал, а зал какой-то такой галереями устроен. Они поднялись на самый верх. Чуть-чуть присмотревшись к темноте, Бондарчук увидел провал этих мест. В которых там он был двухтысячник какой-то, кинцентрогромный. Ну, было человек 20-15. И они ушли из зала, и Феллине сказал, ты знаешь... Он говорит, а что такое, в чем дело? Спросил Бондарчук Феллине. А Феллине сказал, мой зритель умер. И Бондарчук спросил, и что делать? Он говорит, и мне надо умереть. Тогда все вернется назад. Тут все так устроено. И на похоронах Феллине оказался Сергей Федорович Бондарчук. И он рассказал Сереже Соловьеву. Там был еще Достали, его второй режиссер. Они выпили и пошли по городу. И Бондарчук сказал, так вот это площадь, а вот это кинотеатр. И в кинотеатре шла последняя картина Феллине. И количество людей, которые пытались попасть в этот огромный зал, намного превышало количество мест. Сбылось пророчество Феллине. Может быть, это красивая история, которую придумал Сергей Соловьев. Потому что он поразительный литературно одаренный человек, еще помимо всего прочего. В нем столько энергии, в нем столько юмора, в нем столько красивых историй, что вот эти книжки я читаю, перечитываю и осознаю в каждый раз, какое великое искусство и какие удивительные люди в этом искусстве, рядом с которыми мне иногда доводилось показываться. Знаете, Феллине, это картина его Луна, но еще, скажем, у Кончаловского есть такое горькое пророчество, он говорит об искусстве вообще и о профессии режиссера. Он однажды сказал очень горькую, поразительно горькую фразу. Он сказал, что все равно или не заметят, или забудут. И, к сожалению, в этой горькой фразе очень много истинного. То, что сейчас происходит с кино, то, что сейчас происходит с культурой вообще, это должно становиться глобальной заботой общества, глобальной заботой нашей цивилизации. Это отдельный разговор, так сказать, но то, что... Проходите. Это отдельный разговор, но дело в том, что... Я не хочу, как сказать, говорить громких слов. Это все у нас, все только мои размышления, если я буду сейчас что-то говорить на эту тему. Понимаете, это был такой изумительный театральный режиссер Акимов, который служил в Театре драма и комедии на Литейном в Ленинграде. Удивительно талантливый человек, художник блестящий, с поразительным юмором человек, который... Меня унылила его градация режиссеров по пристрастиям. И очень понравилась одна из градаций, режиссер-интеллектуал, который последние 12 лет... Да, пожалуйста. Который последние 12 лет пишет 4-томное собрание сочинений под названием «Мои встречи со Станиславским и почему они не состоялись» с приложением 6 карт дачной местности, где не состоялись встречи. Я не претендую на то, чтобы оказаться в компании режиссеров-интеллектуалов, тем более, что я стараюсь все время работать и считаю для себя это чрезвычайно важным. И последние годы я работал и в театре, и в кино. Громко, конечно, говорится, что это так, так сказать, в театре и в кино, но тем не менее так случилось, что я ставил спектакли и на сцене, и ставил фильмы в кино. В большинстве своем это были телевизионные картины, телевизионные сериалы. Ну, а давайте сейчас, может быть, перервемся, какое-то количество кадров из моего кино посмотрим, а потом продолжим наш разговор с этой соглядкой на сторону интеллектуальности того, о чем мы с вами разговариваем. Здравствуйте, доктор. Тебе сидеть-то разве можно? Мне все можно. Мальчик. Ну. Ну, чего ты? Тихо, репетиция. Евдакия. Имя-то какое-то не детское. Ладно, бог с ним. Все просто. Все очень просто. Пароли. Твои богатые, папа и мама, тебя потеряли. Прошу вас, только осторожней. Все на месте. В этом ящике все самое ценное. Лейтенант, имей ввиду. Осторожней, прошу вас. Пропадет, пойдешь под трибунал. Ответишь по всей строгости. И хам. Ты обещал мне два месяца назад, что русский генерал погибнет. Так и будет. Я не знаю, насколько можно разделить точку зрения, которая, так сказать, у меня существует. Но мне кажется, что мы переживаем с вами чрезвычайно серьезный период в жизни. нашей, каждого из нас в жизни страны и в жизни общества. Дело в том, что это понимание ситуации, в которой находится сам человек, который пытается заниматься искусством, это прежде всего требует от него какого-то четкого понимания, того, что происходит вокруг него. Существует ли подобный взгляд на... Я, к сожалению, должен констатировать, что мало найдется людей, которые занимают это. Потому что сейчас искусство, ставшее... Большая часть его, больше ставшее товаром, никто... То есть задумывается по поводу того, а насколько это с точки зрения рынка выгодно или нет. А то, что происходит с нами, со всеми, что, так сказать, формирует наши взгляды на жизнь сейчас, это становится, становится, так сказать, это не попадает в круг внимания и не подается художественному осмыслению, что ли. Культура такая вещь, она беззащитная культура. Я... На меня когда-то произвело очень сильное впечатление рассказ, история о том, что плодородный слой земли, ну, которым вырастает урожай любой, он составляет 20 сантиметров. 4 миллиметра ежедневно, ежегодно съедает тот урожай, на котором сельскохозяйственный работник высаживает на этом плодородном слое. Нужно быть очень беззаботным человеком, можно быть беззаботным крестьянином, решив, что на 100 лет этого слоя, 40 сантиметров, извините, 40 сантиметров, на 100 лет этого плодородного слоя хватит вот так вот. И не заботиться о нем, вроде бы, как бы на эту жизнь сойдет. Выяснилось совершенно неожиданно для нас, для всех, что культурный слой еще тоньше. И совсем немного времени нужно для того, чтобы вдруг все в мире изменилось. Изменились наши ценности, изменились наши ориентиры нравственные, изменились этические нормы. Культура вещь беззащитна еще и потому, что генной памяти на культуру у человечества не существует. Человек рождается абсолютно не имея никакого представления о том, что такое культура. и дальнейшее зависит от того, какое количество культуры ежедневно, ежеминутно, ежесекундно на протяжении всей его жизни вкладывается в него этой самой культуры. И самое главное, самое важное, чтобы эта цепь культуры не прерывалась. А мы с вами проживаем сейчас период такой, что не только наши так сказать экономические представления, не только наши скажем так социальные метаморфозы, но самое главное, что наши культурологические, культурные изменения касаются нас. И сохраним ли мы в этой ситуации то, что было даровано человеку. Понимаете, есть такое понятие ось времени. Она, это абсолютно эмпирическое ось времени. Ее не существует как таковой. Эта ось времени существовала, предположим, 500 лет до нашей эры. Удивительная ситуация возникла тогда. В Китае Лао Цзи, этот самый Конфуций, в Иране Заратустра, который рассказывает о том, что в мире ведет война между добром и злом. В Индии Будда, который именно в это время живет. В Греции это Пифагор, это Аристотель. Это время, когда его историки определяют время, которое оформило окончательно того человека с точки зрения культуры, с точки зрения и мышления, которым он является сейчас. Поразительно, но это произошло в разных странах, совершенно независимо от них, но именно вот в этих уголках света родилась философия, были заложены основы религий огромного количества вот именно в это время. Ось времени. Может быть, мы сейчас тоже проживаем какую-то ось времени, потому что все выглядит гораздо драматичнее с моей точки зрения. Не просто происходит расслоение там государств по признакам определенным, но абсолютно точно существуют две цивилизации. И мы представляем цивилизацию, которая относится к славянскому миру. Цивилизация, которая нуждается в защите, потому что давным-давно уже это тоже общее место, давным-давно идет война. И внизу в массы вбрасываются как по гитлеровским традициям самые низменные, самые доходчивые истины. И то, что сейчас этот мир, эта цивилизация наша с вами требует... Ну, это доходит ведь до смешного, доходит и до ужасного. Если это справедливо, может быть, это фейк очередной, но если католическая церковь европейская сейчас... Я надеюсь, что это неправда. Она сейчас не регистрирует пол ребенка при рождении, при крещении, потому что, так сказать, как бы не принято сейчас, полов много, родился ребенок, ему, он, оно, или дитя как-то, то есть, нет у него пола мужского, женского. Кто-то, то есть, кто-то очень умный, и не только это, кто-то очень умный, талантливый, 2000 лет назад, дал нам возможность, не нам, человечеству, дал возможность защититься от этого отвратительного существа человека, самого, самого от себя появилось христианство. За эти 2000 лет, это действительно, это, в общем-то, это про... это... Я не преувеличиваю, думаю, что не преувеличиваю, за эти 2000 лет меньше стало злобы в мире, меньше стало ненависти, меньше стало мерзости человеческих. Нет. Что происходит с миром? Или вы считаете, что в этом смысле все в полном порядке? И способна защитить человечество, способна защитить только культура. И та культура, прежде всего, которую, исповедуем мы с вами. Славянская культура. Культура, которая стоит на страже идеалов, нравственности. Потому что сейчас поразительно, но базовая культура, низовая культура, на которой было основано все общество, в котором родились мы, она не пользует основных посылов. Историзм, патриотизм, этика, нравственность. А эти категории необходимо возвращать. И это по силам только искусства. Как и какого бы... То есть, естественно, хочется, чтобы она была самого высокого качества. Но, тем не менее, только искусство в состоянии нас с вами защитить от той разрушительной силы, которая возникает в мире. Ну, кто-то там... Я читаю по этому поводу много. Кто-то говорит о том, что идет война между светом и тьмой. Но кто в этой войне должен победить? Мы прекрасно понимаем, что свет должен победить. Я не преувеличиваю. Я не фантазирую. Все так и есть на самом деле, как мне кажется. И опять же повторю, это моя точка зрения. Но это то, что требует от государства, от власти чрезвычайно конкретных мер, связанных с тем, что искусство нуждается в защите. Искусство нуждается в государственной программе. Искусство... Ведь посмотрите, что сейчас в России происходит. Вот это то, что они сейчас перезабрали кабинет министров, то, что они у них новый премьер, и то, что у них заговорили об идеологии. Об идеологии, которая была пугалом просто. Я и в Конституцию, из Конституции последней, которая принималась в 90-е годы, идеология была вычеркнута просто. Ее не существовало. И не должно было существовать. Сейчас они всерьез заговорили об идеологии. С моей точки зрения, это вещь чрезвычайная, обязательная вещь. Для того, чтобы сохранить, примирить с действительностью и открыть какие-то перспективы человеческие. Может, кто-то хочет сказать что-то по этому поводу? Нет? 30 лет назад, может быть, больше, Сложницин издал статью, написал статью, которая называлась «Беспощадный поиск новизны» или как он разрушил 20-й век. О чем это статья была? Ну, суть не в этом. То есть, не содержание статья, то есть, она в названии статьи исчерпывающим образом зафиксировалась то, что происходило в 20-м веке, во второй половине 20-го века, а особенно происходило с искусством с мировым. До начала, до конца 19-го века где-то искусство развивалось по не разрушая свои связи с традицией. Оно противопоставляло. Авангард противопоставлял себя, выяснял отношения с традицией, но никогда не отрицал ее полностью. И в этом была абсолютная справедливость, в этом была диалектика. В 20-м веке самое, то есть, необходимо, настолько буквально понятый принцип торгашества в искусстве настолько стал превозбладать, что началось-то это, конечно, где-то века с 17-го, когда искусство стало товаром у голландцев, которые разбогатели от продажи своих тюльпанов и объявилось родился класс буржуа, который хотел быть похожим на аристократию, которые заказывали свои портреты собственные, тогда появился жанр натюрморта, рисунка, который украшал здания этих буржуа, но во что это вылилось в конце концов, это то, что, скажем, когда искусство окончательно стало товаром, самый важный принцип стал, начиная с конца 19-го века, это принцип непохожести. Самое главное быть непохожим ни на кого, отрицать все и вся. Амруас Валар был такой удивительный человек, человек, открывший Сезанна, открывший Пикассо, он первым среди предпринимателей скупил, скажем, 150 картин Сезанна, по дешевке скупил. Сезанн стал суперпопулярным, он стал богачом. И началась гонка. И вот это отрицание целиком и полностью традиций, стремление к новизне, и только к новизне, и ради новизны мы способны на все, с моей точки зрения, это и свидетельствует о возникновении кризиса мирового искусства. Это не моя фантазия, это общепризнанно. И в кинематографе, кстати, этот кризис, он тоже географически не имеет точки приложения. Но то, что делается в американском кино, все эти секвелы, приквелы, сюжетов, способных сейчас человеку рассказать как можно больше о нем самом, мизерное количество. Сейчас самое главное захватить рынок, захватить зрителя, за счет создания огромного количества гипердорогих, чрезвычайно дорогих, гипердорогих, огромных, как это называется, блокбастеров. Блокбастеров. Вернемся мы к этому. Я надеюсь, что да. Вот здесь сидит Вячеслав Александрович Никифоров. Человек, который очень много сделал в кино. Человек, который является, ну, для меня, скажем, непререкаемым авторитетом в кинематографе. Человек, который посвятил себя психологическому кино. Жалко, что у нас нет сейчас отрывков из фильмов Вячеслав Александровича. Вы бы в этом в очередной, хотя бы вы его прекрасно знаете все. Это наше кино. Это наш взгляд на жизнь. Это наш взгляд на человека. В котором, как сказала Толстая, художник обязан приподняться на цыпочки, чтобы заглянуть за горизонт реальности. А что за этим горизонтом реальности? Сколько этих людей, вставших на цыпочки, столько и открытий за этим горизонтом. Но мы ждем все этого. Мы ждем того, чтобы действительно мы ждем одного. Сказки, чтобы нас примирили с действительностью. Сказки не в худшем смысле этого слова. Но сказки способны рассказать о человеке гораздо больше, чем он знает сам о себе. Гораздо... То есть, как бы... Понимаете, ведь вот сейчас я занимаюсь театром, и я, к сожалению, обнаруживаю для себя, что, скажем, все то, что, опять же, вот это вот бесконечный поиск новизны, и беспощадный поиск новизны, к чему приводит? Поиск нового языка, это... Мы сталкиваемся... Он выражается в том, что на... Откровенно, на сцене, на площадке сценической, перед зрителями, мат. Это новый язык. Острота, поиск остроты оборачивается чем? это... нудной, мерзкой, отвратительной, как зубная боль, неприязнью к собственной стране. Так сказать, это способность выразиться, наиболее выразиться, оборачивается генитальной вседозволенностью. и... А тот психологический театр, о котором мы говорим, то есть, с чем занимается? То это он... Он... Его надо сохранять, его надо оберегать. Потому что, когда нам показывают Тузенбаха, который застрелил Соленого, только потому, что Соленый ему изменил с женщиной, а три сестры ходят по сцене, у каждой на спине написано первая, вторая, третья, и все они лесбиянки, это не искусство, это не театр, это не... Это не то, из чего вырастало русское искусство вообще, это не русская литература. Это не та литература, которую мы знаем, которую тоже надо возвращать, защищать. Это та литература, которая говорит о духовности человеческой, о совершенстве души, о стремлении этой душе становиться возвышенной. Знаете, я с удивлением обнаружил для себя, что апофеоз в переводе с греческого языка означает перерождение, божественное перерождение. И к апофеозу стремилось огромное количество литераторов, к апофеозу героя, способного переродить, стать равным Богу. то, что сейчас происходит, это не паника. Не приведи Бог, я не пытаюсь вам внушить, что я вот так вот понимаю. Я все делаю для того, чтобы, пытаюсь, по мере моих скромных сил, я все пытаюсь сделать для того, что в кино, что в театре, чтобы люди верили в будущее, чтобы они примирялись с действительностью, чтобы они не испытывали страха перед завтрашним днем, а это то, к чему стремится в общем-то любое государство, создать для обывателя, для человека комфортные условия, комфортные и психологические, и духовные, когда есть обеспеченность завтрашнего дня, есть уверенность в будущем. мы с нашим постоянным нытьем, с постоянным возмущением еще достаточно далеки от этого, а хотелось бы, чтобы мы жили именно в таком обществе, в такой стране. Я не очень вас напряг к всем этим. Нет. Знаете, чем занимается человек, то есть с чем занимается режиссер на площадке, когда он сталкивается с артистом, что вот если это... Он придумывает, он все время придумывает, как гениально делал тот же самый Сергей Соловьев. Он снимал, то есть вроде у него как бы был сценарий, но почему у него такие картины атмосферные, поразительно так сказать, захватывающие, что ли. Там совершенно отдельный его собственный мир. Он творил прямо на площадке. С ним было очень тяжело работать в съемочной группе, потому что у него идеи появлялись прямо в кадре. Но если он что-то видел, он вот увидел Друбич, читающий французскую книжку. Она сидела между кадрами. И это вдруг стало визитной карточкой картины целой. Друбич с этой книжкой, совершенно другое поколение, совершенно другая красота, которую он увидел в этом во всем. Режиссер все время обречен на то, чтобы разгадывать маленькие или большие тайны, которые возникают на площадке. Когда с актерами начинаешь... Я всегда артистам говорю, только ради Бога не говорите текста. Не рассказывайте слова, потому что это отвратительно, это неправильно. Потому что актер должен говорить... То есть играть не то, что он говорит и делает, а то, что он хотел бы сказать и сделать. И это... Тогда только... И нет ни одной реплики, которую говорит актер, находясь на площадке, не окрашенной его собственным чувством. И когда человек, когда артист начинает просто проговаривать реплику, это сразу видно. Ты сразу начинаешь... То есть как бы чувствуешь фальс и начинаешь требовать чего-то другого. И в этом вот... В этом сказочная привлекательность репетиций и огромный труд. Потому что правильно или не... Верно ли ты разгадаешь все эти сказки, все эти ходы, все эти условия игры? Правильно ли они оценят то, что ты говоришь? Поймут ли они это? Сделают ли они так, как ты хочешь? Но только когда... Из-за этого из всего, вот из того, что не сказал, а хотел сказать... Ведь мы же в жизни так и общаемся. Мы же вруны в основном. Лжом на каждом шагу. Мы никогда не говорим правду, мы никогда или очень редко говорим то, что мы на самом деле испытываем к собеседнику, к партнеру. У нас в это время Бог узнает, что может твориться в голове и так далее. А когда... И это самое интересное, что происходит на площадке на сценической. Это самое интересное, когда ты вместе с артистами понимаешь, что действительно на самом деле. И тогда возникает вот эта магия. Магия театра, магия площадки, магия съемочной площадки. Про что Чайка Чеховская? Помните эту пьесу, да? Про возвышающий обман. Ты молод, ты пишешь, ты создаешь, а потом тебе говорят о том, что ты в заблуждении абсолютно по поводу самого себя. То есть она опять о творческом пути. И потом выясняется, что ты трезвеешь. Ты понимаешь, что это не было ни гениально, ни талантливо, никак. Ты трезв, ты взрослый, ты осознаешь то, что ты сделал. И трезвость, когда к тебе приходит трезвость, а ты понимаешь, что время ушло, ты еще раз осознаешь, что то, что ты творил тогда было гениально. И что ты изменил себе самому. И тогда остается в чай, как в чайке, только застрелиться. Это действительно чрезвычайный, очень короткий резерв, которым обладают люди, занимающиеся такой тяжелой профессией, как режиссура кино. И по одной простой причине, что она требует огромных физических сил, помимо всего прочего. Потому что 14 часов на площадке сейчас, да и несколько месяцев, пару-тройку месяцев, это надо лошадиное здоровье, мягко говоря, для того, чтобы осилить картину. Настоящее искусство, у меня был педагог Лев Борис Филонов. Ты помнишь его, наверное? Понимаю. Удивительный дядька был, очаровательный. Просто у него были прокуренные усы. Он ходил зимой и летом в сандалиях. только в сандалиях летом легкие носки, а зимой он надевал теплые носки. И ходил по институту. А человек, который монтировал картины из Эйнштейна, монтировал братьям Васильевым, то есть был такой. И он однажды мне сказал удивительную фразу. У нас было на первом курсе, нужно было сделать работу и самому снять ее на камеру и потом смонтировать и показать ему и на монтаже. Я только что пришел из армии, мне дали камеру, я снял, но естественно я должен был снять что-то эпохальное. Я и снял картину, которая называлась «Двери». То есть человек выносит человек из дверей роддома и дальше понеслась. И заканчивалась моя картина чрезвычайно мощным кадром по трубе крематория тоже на последнюю дверь. Лев Борисович посмотрел эту картину, он так разговаривал, стал меня спрашивать «Ефремов, ты смотрел Юрия Ивенца картину, это великий голландский документалист?» Я говорю «Лев Борисович, вы что, я из армии пришел, какой Юрия Ивенца? Я здесь только кино по-настоящему хорошее увидел». «Врете, Ефремов, сказал мне Лев Борисович. Настоящее искусство вы украли, но, Ефремов, настоящее искусство всегда начинает с воровства, только надо знать у кого воруешь, что воруешь и зачем. А, как ни странно, это принцип опять же той же самой культуры, о которой мы говорим. Если ты достаточно образован в смысле того, что это не будет прямым воровством, но потом сейчас, вот, Слав Александрович иногда самого себя цитирует, у него была картина «Государственная граница». И был какой-то поразительный, гениальный эпизод, где вдруг в кадре появлялись, то есть я вспоминаю Сашку Тимошкина, который поднимает крест, то есть не крест, а столб пограничный. Величественный кадр просто такой. И кадр, когда весь этот погром вдруг, и это осыпано все мукой. почему мука, откуда она взялась, и это какое-то ошеломляющее впечатление производит вот эта рассыпанная мука. Это настолько мощно, что Вячеслав Александрович еще в одной картине его использовал этот кадр, я заметил, и мне это понравилось тоже очень. На безымянной высоте, да. Дело в том, что как бы ведь это это чрезвычайно важно в общем-то для каждого, кто приходит в искусство, кто собирается ему служить или хотя бы в нем работать честно, понять, о чем ты собираешься говорить и что ты собираешься сказать. Это так или иначе ответ неминуемый, и на него ответить надо. И отвечаешь, отвечают люди, то есть, но если не кому-то конкретно, то самому себе. А что ты делал все это время? Зачем ты это делал? Для чего ты это делал? Первую картину можно снять. Можно снять, и она может получиться даже. И получится неожиданно такой какой-то. Ну и можно второе кино уже не сделать. Потому что можно исчерпать себя самого, и вот этот весь твой юношеский задор, это профессия, которая требует очень честного, опять же, профессия требует требовательности к себе, жесткости даже к себе. И постоянно, необходимо постоянно, не знаю, даст ли это результат, дает ли это результат, кому бы то ни было, там, и в частности, я говорю о себе, я все время учусь, я все время учусь, я все время что-то смотрю, я все время читаю, понимаю, насколько я глуп, и вот это, если вернуться к тому самому стихотворению по поводу того, что я суеверно не уверен, скрываю внутренний испуг, но испуга-то уже нет, но и особого очарования собой тоже мало осталось, но это работа, это работа, которая требует от себя, извините, громкие слова, гражданственности, я не говорю, что это я о себе говорю, я говорю это о том самом молодом поколении, которое надо растить, которое надо взращивать, и которое должно точно и определенно, четко знать, что не продавать свое кино будет, не только продавать свое кино будет, но это будет кино, это будет кино, а о чем-то очень важном для тебя самого и для тех людей, которые тебе дороги, и уж если идти дальше, то и для того сообщества, в котором ты живешь и в котором ты трудишься, но самые смешные пробы были, тогда газета Московской комсомолицы, по-моему, или какой-то журнал там напечатал объявление, что вот будет музыкальный фильм, там, ищут героиню, и письма было огромное количество, мешками просто приходили, девочки хотели сниматься, одно письмо до сих пор помню, значит, откуда-то из Донецка пришло письмо, девушка писала о том, что, значит, я шатенко, рост у меня такой, размер груди такой-то, талии такой, бедра такие-то, в общем, не знаю, как вам написала, она многим в городе нравится. Да, да, конечно. Есть у вас какой-либо фильм, не ваш, а вообще, что вы вот смотрите его, или смотрели, и думали, что какой классный фильм, я бы вот сам бы хотел снять с такой фильм. Очень много таких фильмов. Можете, пример, я бы с удовольствием снял картину, я не знаю, отцы и дети снял бы, как Дубровский, вот я бы с удовольствием снял такое кино. Я бы снял, как большинство картин, с удовольствием, с огромным, я просто с уважением чрезвычайным отношусь к семье Михалковых. То, что делал Кончаловский в первые годы, изумительные картины, экранизация, классики. То, что делал Никита Сергеевич Михалков, для меня эти вот, то же, то, что они начинали эти картины первые, особенно неоконченные пьесы для механического пианино или там «Раба любви», то есть это было так, что у меня снимался, в первой картине у меня снимался Калягин Александр, я помню, как мы стояли, а Михалков, ну это отдельно, не буду я это рассказывать, да, пожалуйста, вопросы. Как вы относитесь к тому, что вот старые фильмы переснимаются и вносятся эти фильмы много, можно сказать, в прошлости, там, то есть совсем не психологическое кино. Линейки. Да, линейки. Да. Ну это... С легким паром вот «Ирония судьбы» был фильм. Нет, но это тоже не... Тихий Дон. Нет, Тихий Дон мне показалось, что Тихий Дон, ведь Тихий Дон же до этого еще снял «Итальянцы», где... Тот самый Тихий Дон, который перемонтировал, по-моему, Федор, монтировал уже за отца. Тихий Дон... Нет, дело в том, что, понимаете, это неизбежность, просто неизбежность, да, это обязательно будет, неизбежность. Потому что... Ну... То есть... Мы все... Ну, есть... Вот у нас на студии, там, один из режиссеров, который снял военное кино, достаточно успешное, он сказал, что все, я закрыл военную тему. Один из... Другой режиссер вдруг что-то так заявил о том, что до него вообще никакого кино не было. Вот только он... Это заблуждение. Все равно останется не так много великих произведений литературных, а сейчас мы о них говорим прежде всего, скажем, то, что касается Тихого Дона, к которым не будут возвращаться еще и еще. Потому что актеры... Ведь смотрите, какое огромное количество войны и мир, начиная с 1897 года, там, или на 2005, я не помню, когда, в 2003 году сняли первый раз «Войну и мир», экранизировали, немое кино сделали «Войну и мир». Сколько раз снимали Анну Каренину? Какое огромное количество чеховских экранизаций? Какое огромное количество экранизаций Достоевского? Все равно будут к этому возвращаться. А то, что это... Вот это и есть рынок. Это и есть рынок. То, что, скажем, та же самая картина Эльдара Александровича Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром». Ее успех веноминальный же. Сколько десятилетий мы живем с тем, что пересматриваем ее в Новый год. Ну, уже, наверное, кому-то, кто возрастом моего, тот уже, наверное, устал от того, чтобы ее смотреть, хочется посмотреть что-нибудь другое. Но люди будут смотреть ее, потому что в ней есть самое главное. В ней есть искусство, в ней есть любовь, и в ней есть те персонажи, в которых мы себя узнаем. А это один из самых главных, одно из самых главных условий успешности картины. Если в течение трех-четырех минут, там, ну, это уже психология восприятия, зрителя себя отразделяет с персонажем, с тем или иным, он будет смотреть картину до конца. А это все про нас, это истории были про нас. А эти истории уже не о нас. Эти истории уже не о нас. И в них есть хотели или не хотели, авторы ведь тоже были так сказать, нагружены тем, что нужно сделать хорошее кино. Они не хотели же сделать плохое кино. Но мы не верим в эти ходы, не верим в эти отношения, потому что там, за кадром, это всегда так бывает. И в американском кино то же самое. Когда начинают снимать продолжение, наверняка это будет единицы картин, для которых продолжение там, предположим, как снимают сейчас, сняли эту, хорошую картину сняли украинцы, крепостная. Вот они сняли, ее засыпали землей в серии, а потом я смотрю, уже все началось по-новому. Ее откопали. Это, так сказать, это вот продолжение. Насколько успешно это будет, это продолжение, потому что, а вообще это, конечно, это то, что касается вот этой темы, эта тема, та тема, которую Беларусь должна освоить, наконец, картину, связанную с историей, с историей собственной страны. Потому что исторический фильм сейчас чрезвычайно востребован. Смотрите, как россияне процветают на этом. Борис Годунов, какая блестящая картина. То есть, историческая картина, историческая тема, а здесь это, то есть, как бы, это золотая жила, потому что, потому что, ну, потому что это, это дорого, и это надо, я думаю, что к этому, это в самое ближайшее время обнаружится, в самое ближайшее время начнется, потому что, ведь, как бы, так получилось, сгоревшая из баб, как она и дети. Вот портрет Беларуси на экране, мы снимали военное, кино, военное, а это высочайшие культуры, страна. Здесь в 18 веке на семи языках игрались спектакли, пьесы на латинском, на французском. Это центр Европы, центр Европы, цивилизованнейшая нация. И ведь не зря сейчас то, что здесь существует, сейчас вот это вот, всегда считалось, что рабочие, или так, рабочий класс Беларуси, он высококвалифицированный. Это развитая, интеллектуально развитая нация. Ее нужно позиционировать именно такой. Говорить о беларусах именно это. Они должны гордиться своей страной, они должны гордиться собой, народом этим, которому они принадлежат. И об этом надо, об этом надо. В этом фильме. Только тогда мы будем интересны. Вот, только тогда мы будем. если будем рассказывать, на ваш взгляд, с чего хотя бы один-два шага, с чего надо начинать, чтобы это хотя бы остановить и повернуть в ту сторону. Потому что это же со школы начинается. Режиссеры, которые приходят, они же взращены на том, что сейчас в школе происходит. Нет, это ни в коем случае нельзя, ни в коем случае от этого нельзя отказываться, от того, что у нас есть. Потому что у нас хотят забрать победу нашу. И во многом молодое поколение, как бы, так сказать, оно в лучшем случае равнодушно относится к этому. это и есть тот самый патриотизм, который должен быть заложен в низовой культуре. У нас хотят отобрать нашу победу. И делают это чрезвычайно активно. Посмотрите, как оживились поляки. Это вообще-то, то есть, это отрицание всего, а это, это грандиознейшая страница в истории советского народа, грандиознейшая страница в истории Белоруссии. Об этом забывать ни в коем случае нельзя. И отходить от этого никоим образом не надо. Это не значит, что мы сейчас вбухнемся в историю и забудем о том, что было в самые недалекие годы. У меня отец, извините, я, может быть, это, я горжусь этим, он воевал у Рукасовского, он освобождал Белоруссию, и похоронили его с осколком в плече, потому что он здесь был ранен. Так, с осколком похоронили. Я ему все время говорил, пап, что ты, давай вырежем. Он говорит, да, он мне не мешает. Так он с ним и ум. И это забыть, не приведи Бог. Не приведи Бог. Это, то есть, это незабываемое, это постоянно, то есть, как бы, это воспитывать надо в молодом поколении. Это и есть та самая история, прерывать которую нельзя. Это, то есть, это не значит, что мы от этого, ах, все, мы уже открестились, мы такие стали цивилизованные, мы такие стали Бог, что вот этой победы, это, это вообще, то есть, это тоже, понять нацию, которая навсегда стояла на перекрестке всех войн. С запада шли, белорусы успевали скрыться в лесах, отстреливаться, партизанить, возвращались из этих лесов и поднимали эту страну заново. С востока, когда шли, а та освобождали, тоже, тоже надо было поднимать, ведь татаро-монгольская ига и то коснулась. Это, это, нет, этого забывать нельзя, никоим образом. Но то, что у нас есть еще история немножко другая, вот это, вот, вот, к этому надо обратиться, вот об этом надо рассказывать. И причем это сейчас, это настолько востребованный во всех фотографиях мира жанр, историческая повесть, исторический роман и так далее, и так далее. И ведущие режиссеры там, пускай это современный исторический роман, но вы вспомните, что делает этот талантливейший итальянский режиссер с фильмом «Папа» и как его смотрит этот фильм. Да, Слава. А вот еще один вопрос. Да, конечно, извините. А как вы относите сейчас к новому расистскому фильму «Союз спасения»? Ваше мнение о нем? Союз спасения? не слышали? Нет, я не смотрел. Это декабриство. Про декабриста, наоборот. То есть, для нас декабриста героя сейчас покажет. А сейчас они уже предатель. Да. Вы не смотрели? Нет, но я в этом смысле, как бы, я, то есть, я, я говорю, не устаю, говорить о том, что вот с точки зрения… История телевизии. Да, это историю, ну, да, это ревизия. Кто ее ревизовал, эту историю? Все зависит от того, и почему эта картина оказалась на экране. то есть, ну, там, там было ведь действительно, у, у Латшалыча Каджава был грандиозный роман «Путешествие дилетантов», посвященный декабристскому движению, этому декабристскому. Там, там ведь у него откровенно, абсолютно, этого никто не отрицает. Только Мятлев, один единственный, не, не раскрыл, ни одной фамилии не назвал. Все остальные декабристы, они выложили, потому что они были перед присягой, благородство аристократии и так далее. Они выложили всех, как на ладошке, и все оказались тот, кто участвовал в этом движении, кто оказался казнен, кто оказался в острогах там, а кого-то, кого-то простили. Это, оценить это движение, я читаю об этом, да, я читаю об этом, но картину я не могу судить, не посмотрев ее. Другое дело, что я точно знаю, что кинематограф, который возникает, в России, когда Путин перед выборами стал показывать достижения в области вооружения, и в это же время вышли там картины уровня движения вверх. Помните эту, об эскетболистах? Неизвестно, что больше сплотило нацию. Это или движение вверх. Картина, которая троллит россиян за рубежом, со страшной силой, говоря о том, что это абсолютно зверская нация, там и так далее, там и так далее, то, что как с Никитой Михалковым случилось, он снял картину «Утомленные солнцем», картину о том, что он живет в стране, в которой любого человека можно превратить в быдло, в скот. И ему сразу за это Оскара дали. А когда он снял «Сибирского цирюльника», рассказ о россияне, о человеке чрезвычайно высокой культуры, благородства, способного на самопожертвование, испытывающего самые высокие чувства и так далее, самые высокие порывы, его прокатили на всех фестивалях. Не нужны там такие россияне, не нужны там такие советские люди, там нужны другие, быдло, скот и так далее и тому подобное. И для нации, нацию движения вверх, эту нацию объединила. Это возможности кинематографа, это возможности искусства, потому что там было как раз то, что, смотрите, какое удивительное патриотическое сознание возникло вокруг этой картины. Это возможности к кино, это возможности к искусству. И это должно быть у нас. Должно быть у нас, чтобы мы рассказывали о Белоруссии в совершенно ином контексте, так сказать. Я вспоминаю, я бы хотел снять кино о современной Белоруссии, если бы только был хороший сценарий. Я вспоминаю, как в конце 80-х годов, я только что, в общем-то, недавно оказался здесь, на вокзале мы провожали ребят, евреев, которые уезжали. Ставили пацаны, на вокзале дождь какой-то такой, мрак какой-то полутемно. Ставятся эти ребята, плачут, девчонки плачут. Подходит подполковник пьяный, подбитый, кто-то его на улице избил, потому что он военный. Подходит к нам, говорит, ребят, дайте закурить. Не на что купить, говорит он. И, ну, я не знаю, вот это могло бы быть начало этой картины. И к чему пришла страна эта? То есть, о чем? То есть, это не восхваление, так сказать, но это действительно тот путь, который прошли мы, белорусы, жители этой страны. Да. Да. Александр Васильевич, вот такой житейский вопрос. Как, на ваш взгляд, в чем кроются причины вот этой хрупкости чувства национального достоинства Беларуси? Это отсутствие доверия, не знаю, доверия к себе, как к нации, к своей какой-то уникальности? Или это, наоборот, чрезмерное доверие другим, вот как-то мы склонны заимствовать как культурные тенденции того же Запада, так и других стран? Но это вы, так сказать, не, вы, вы, очевидно, очень нежный, тонкий человек, и вы присваиваете всему народу ваше собственное переживание. Не стоит этого делать. Потому что, потому что, как бы, ну, люди, люди разные, и это все-таки вот ваше переживание, я должен сказать, что это переживание высококультурного человека. Не все такие, как вы, и не все живут по этим законам, к сожалению или к счастью. Я просто, это история шкловского балета, потому что там танцевали, это еще крепостное право, так сказать. У Екатерины Второй был в Аматорах некто Зорич, он серб был, 11 месяцев он у нее был в любовниках, и потом он ей надоел, я его насослал, подарил ему шклов, и он в шклове организовал такой пандант Санкт-Петербург маленький. И все, ну да, там собиралась публика, всякое отребье, выкресты, проворовавшиеся, дуэлянты и так далее, но знаменитый он был тем, что там в шклове он с помощью итальянцев, французов организовал театр, и там была балетная труппа, в которой танцевали две крестьянки, Азаричева, сестры Азаричева, можно у Пушкина встретить фамилию эту одной из сестер, и когда к нему приехал Державин, проэкспер... это нужно было посмотреть, ему нужно было посмотреть, что же тут творится в этом шклове, инспекция, проинспектировать, да. Через некоторое время спустя Зорич скончался, театр распался, и одна из из сестер этих Азаричевых, насколько мне известно, она оказалась в варшавском балете, а другая оказалась в Санкт-Петербургском. И так или иначе к становлению, вот вы понимаете, это тот факт, к становлению европейского классического балета имеют отношение две белорусские крестьянки, они были в труппе, и были хорошо воспитаны, и обладали, ну, конечно, тогдашний балет, конца, начала 19 века, это пейзание, пейзаж, пейзанки, пастушки, там, постарали всевозможные, это не, да, это не Валентин Николаевич и Елизарьевы балет, но я с ним разговаривал, мы давно уже, как-то, если, то есть можно было сделать, стилизовать это, можно сделать, знаете, как было в свое время, чем интересен был Советский Союз, зато мы делаем ракеты, перекрыли Енисей, а также в области балету мы впереди, планеты всей гордились, но тут, тут это не анекдотично, это действительно, это то, то, о чем стоит говорить, то, что нужно делать, вот, давайте еще вопросы, если есть, тут у меня еще есть, да, да, скажите, а по Сергею, Кисетскому вам не хочется что-то снять? Хочется, потому что, мне кажется, да, да, сейчас вообще так появились очень интересные авторы, молодые, ну, кто-то, кто-то, смотрю, кто-то в Австрии, там, кто-то в Польше, но литература, она, она появится, я думаю, что она, и она уже появляется, литература, которая, да, она, как в начале 90-х годов появилась литература, она была вся такая черная, что жизнь, пришло время, когда читатели, просто, они захотели, захотели вот этой самой сказки, о которой я говорю, хватит уже, но глубокая, серьезная литература, она все равно, она все равно будет исследовать глубину человеческих чувств, человеческих переживаний, в которой будет, будет черная, потому что, как иначе, но у хорошей, настоящей, высокой литературы, обязательно будет возможность и повод показать возвышенное, показать неспособность души человеческой умереть и исчезнуть, примириться с действительностью для ее совершенствования. Пожалуйста, еще вопросы. Вопросов нет. Скажите, пожалуйста, вот вы в родности технику, кинорежиссер и режиссер театра. Как режиссер театра вы видите отклик зрителей, то есть театр, студия, кинотеатр все-таки такой, театр, который посещаем, скажем, аншлаговый, на некоторые представления сложные, найти билеты. И в то же время, как кинорежиссер, вы снимаете хорошие фильмы, хорошие работы, да, и для вас, в принципе, и постановки в театре, и киноработы, это равно ваши такие дети, которых вы бы хотели показать, показали в публике. К сожалению, очень часто фильмы у нас можно увидеть только на экране, да, и получается, что вот то, о чем говорил ваш коллега, вычислили, как бы, получается не совсем более узкую аудиторию, потому что телевизионный у нас на сегодняшний момент, допустим, часть молодежи не смотрит, но в театр, на вашей постановке, ходит в том числе и молодежи. Вот, как вы видите, в чем выход, как донести до нашего зрителя разного поколения, донести именно, что мы снимаем кино, мы снимаем хорошее кино, у нас есть хорошие режиссеры, хорошие фильмы, но почему-то на киноэкране, да, в кинотеатрах они совершенно другое кино видят, и они получают культуру, да, какие-то представления о том, что правильно, да, что хорошо воспитывает с точки зрения морали, норм каких-то, канонов, они это видят в театре, и они с удовольствием ходят туда, потому что молодежь ходит в театр, и в то же время кинотеатр нам немножко другое показывает, и наше кино как раз там не показывают, ну, как из этого рынок, рынок, продают, продают билеты на то, на что пойдет зритель с попкорном, ну, с попкорном за 6 рублей и идет в кинотеатр, и за 12, за 15, за 20, он готов пойти в театр на хорошую постановку. Ну, я не знаю, то есть как бы, я уже в театре, у меня будет вот в следующем году, я 30 лет в театре, я пришел в 91 году, это было время, ну, то есть, помните, что это за время было. У меня была контрольная цифра в театре, если 13 человек, почему-то такая цифра, то, или больше 13, чуть-чуть, то, значит, спектакль состоится, играем. Если меньше 13, я говорил, ура при этом, то, артисты говорили, ура, не играем, потому что, какой смысл, 5-6 человек. И довольно, довольно, 2-3 года было, наверное, мучительно. Но, людей не обвинишь в этом, потому что то, что происходило, на страницах газет или на телевизионном экране, было в десятки, сотни раз важнее и интереснее того, что можно было предложить в театре тогда. И как-то люди не стремились к тому, чтобы совершенствовать собственную душу. Им хотелось устроить свой быт, им хотелось понять, куда, что же с ними случится, куда приведут эти революции. Но потом, как так постепенно зритель стал возвращаться, 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 я подсчитал, что вот за эти годы, там, лет 25 примерно, в среднем порядка 55 тысяч зрителей было за год посещений в нашем небольшом зальчике. и вот эти, когда у меня собралось, я увидел, что где-то уже под полтора миллиона зрителей было в этом нашем зале. Сейчас вот мы переехали, в этом зале меньше места стало, но, честно сказать, труднее стало достать билеты. Я горжусь этим. Я просто очень горжусь тем, что зритель идет, зритель смотрит. Значит, чего-то мы правильно делаем, если он к нам приходит. А то, что как показать картины, которые, ну, наверное, поэтому вот, скажем, я считаю, я и заговорил о том, что нужна государственная программа по восстановлению, так сказать, как бы, это не, не должно быть нечаянным, не должно быть случайным. Должна определиться тематика, тематика, которая требует средств других. Историческое кино, оно дорогое, и средства другие должны быть, и уважение к тому, что делается, и заинтересованность государства. Я говорил это на самом высоком уровне, что кино способно сделать очень много, и надеюсь, что эти слова будут услышаны, и мы еще с вами будем радоваться тому, что мы смотрим и что мы делаем. Почему бы не предложить кинотеатрам такую же идею, как, например, в разных сферах существует? Там какой-то процент должно быть белорусского. Почему бы... Вы правы, об этом. Об этом вот Вячеслав Александрович был секретарем Союза кинематографистов, об этом очень много говорилось. Должен быть принят закон, как во Франции. Какой обязательный? Да, то есть, часть, да, 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 чтобы часть средств, которые получают под прокат заграничных картин, должно идти на развитие национальной кинематографии. И это все так делают. Европейцы. И на викторию надо для детей делать бесплатные. Водить их туда, селку, выводить. Вначале. Обязательно. Да, да. Есть, есть, то есть, фильмотека, фильмотека у нас, по-моему, вот сейчас студия делает великое дело, она переводит, это тоже дорого, она переводит на другие носители с пленки, потому что пленка, она не вечна, скорее сказать, что она, наоборот, очень коротка ее жизнь, и переводит на другие носители, создают собственную фильмотеку, и это, это вот шаг к тому, чтобы, очень серьезный, значительный шаг к возможности потом воспользоваться этим для воспитания поколения и так далее, и тому подобное. но еще у меня есть тут список работ, где я что-то играл в кино, но это, честно сказать, это было нечаянно, как я, вот, в Поводырье была у меня роль серьезная, очень серьезная роль, там, они ругаются в туалете, два главных героя сильно ругаются, и я никак не кому, а должен был стоять человек, повернувшись к писсуару, вроде как бы он писает, и он слышит этот ругань и испуганно оттуда уходит, я не мог найти человека, который мог бы сыграть писающего мужчину, пришлось самому играть, вот у меня такая роль, Рубня в биографии. А ука за ука, что он там короткий, но хорошая. Да, да, да есть, то есть, ну это, это так, радость, но веселье собственное. А, кстати, как насчет комедии, хотелось бы вам какую-нибудь комедию снять? Да, еще как, я был бы рад, потому что, ну эти комедии, понимаете, комедии, это, говорят, это отдельный жанр и чрезвычайно сложный. Как Гайдай переживал, же страшно переживал, что там многие режиссеры, которые работали на еду, в его время, они не считали его достойным внимания, и этих режиссеров давным нет, давным-давно но нет, их картин никто не знает, а картины Гайдая будут смотреть, смотреть и смотреть. Там есть энергия человеческая, там есть жизненные силы, там смех есть, искренний, и такой, и можно любую картину смотреть Гайдая, ну не любую, конечно, потому что последние картины, там это, они не так блестящи по исполнению, но ряд картин, они останутся на века просто, у меня такое же. Они характеризуют и время наше, и поколение, и так далее, и так далее. Ну что? Александр Васильевич, извините, пожалуйста, скажите, вот мы сейчас увидели подборочку ваших картин, как режиссера, а есть ли такая подборочка, будем говорить, как актера? Есть. Вот так они сделали ее. Ну, стоит ли ее смотреть? Нет. А она, да, пожалуйста, мне неловко, правда, я буду сейчас смущаться, краснеть. Да, 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 смотри. На основе полученной проектной документации мы в ближайшее время должны начать подведение высоковольтных линий к площадке строящейся атомной станции. Основные направления островец Лида Гродна, Островец Молодечна, Островец Полоцк, Новополоцк. Но уже сейчас мы должны готовить базу и начать формирование бригад монтажников и строителей. Речь идет в основном о директорах механизированных колонн и западе электросеть строя. Виктор Сергеевич, что у вас с людьми? С людьми-то ладно, Анатолий Васильевич, набрать можно, а вот опытных специалистов маловато. Сами понимаете, серьезных объектов давно не строили. Кто в Россию подался, кто в частные фирмы. Вопрос о строительстве атомной электростанции, уважаемый Виктор Сергеевич, решался не вчера и не сегодня. Вам давно пора было подумать об этом. Как вам не стыдно, прапорщик? Простите, господа. Ваше превосходительство. Слушаю. Приказ главнокомандующего офицеров российской армии, сотрудничавших с большевиками и не раскаившихся в содеянном, расстреливать на месте. Надеюсь, это вы понимаете? Да. Это я понимаю. Простите, я лекарство принес. Я вот некоторые кадры не видел. Не в том смысле, что эти картины были в том смысле, что относишься к этому обычно, приглашают на какой-то эпизод. Да многие. Вячеслав Александрович, вы снимались? Да, у себя. У себя вот. Нет, иногда приглашали. Иногда приглашали, да. Так что в это... Но меня не считают актером, хотя я начинал с театра. Везде пишут, играет самого себя. Спасибо огромное. Спасибо.